В Париже 19 века главной выставкой был салон. Его ежегодно устраивала Парижская Академия Изящных Искусств. Академия считала исторические, библейские и мифологические сюжеты достойными живописи и мало ценила пейзажи и изображения современной жизни. Жюри салона выбирала, чьи картины будут выставлены, а чьи получат штамп отвергнута на обратной стороне холста. Но часть художников не готова была бесконечно ждать одобрения салона, и вот на 1874 году организовала собственную выставку. Среди них были Клод Мане, Эдгар Дега, Пьер Агюстренуар, Камиль Писсаро и Берта Моризо. Сегодня мы знаем их как импрессионистов. Название импрессионизм появилось благодаря критику Луи Леруа. В своей статье «Выставка импрессионистов» он насмешливо писал о картине Клода Мане впечатления восход солнца «Обои, и те смотрелись бы более законченно, чем это впечатление». В XIX веке старый средневековый Париж под руководством барона Османа был перестроен в современный город широкими бульварами, железнодорожными станциями и парками. Вместо Олимпа и пророков импрессионисты предпочли изображать современный город с его кафе и поездами, завсегдатые в кабаре и балерин – обыденную жизнь. В 1841 году американец Джон Рент запатентовал металлический тюбик для хранения красок. До этого изобретения художники сами смешивали пигменты с маслами, а полученные краски хранили в свиных мочевых пузырях. Длительность хранения и возможность распортировки были ограничены. Большинство художников работало в мастерской. Благодаря краскам в металлических тюбиках импрессионисты могли часто ездить на пленэр и писать природу с натуры. Но это было не единственное изобретение, изменившее мир живописи. В 1840 году, впервые увидев фотографию, влиятельный французский художник Поль де Ларош сказал, «С сегодняшнего дня живопись умерла. Там, где академические художники видели угрозу живописи, импрессионисты видели вдохновение и новые возможности». Способность фотографии запечатлять сиюминутность жизни отразилась в смелых композициях импрессионистов. Они начали обрезать фигуры на картинах, создавая впечатление случайно пойманного момента. Фотография освободила художника от обязанности реалистичного отображения мира, позволив сосредоточиться на собственной интерпретации увиденного. Импрессионисты отвергли существовавшие правила. Они изменили подход к отображению реального мира, привели в мир живописи яркие вибрирующие цвета и нестандартные композиции. В их произведениях нет урока, в них нет истории и моральной оценки, в них есть восход солнца и наше впечатление от него.